Привет, друзья! У меня в руках находится потрясающий, на мой взгляд, инструмент. Классический дредноут, инструмент, с которым ассоциируется современная гитара именно с этим корпусом. Этот корпус появился в начале прошлого века благодаря компании Martin. Сейчас продолжателем традиции Martin является компания Sigma, которая является, в свою очередь, вторым историческим брендом этой компании. Именно на дредноуте играло большое и играет большое количество потрясающих музыкантов. С этим инструментом ассоциируются такие направления музыки, как блюграсс, как рок-музыка, как блюз и так далее. Поэтому это очень знаменитая форма корпуса, и сейчас мы не можем себе представить гитару в какой-то другой форме, когда мы слышим акустическую гитару. Первое, что на он приходит, это дредноут. Конкретно эта модель называется SDM-18. Это копия мартиновского 18-го дредноута, модели D-18. Инструмент лично мне понравился безумно сразу, как только попал ко мне в руки, с первых тактильных ощущений, потому что для меня это классическое воплощение дредноута. Все, что я хочу видеть в дредноуте, реализовано в этой модели. Это насыщенное звучание, это приятные ощущения просто от держания инструмента даже в руках. Ну, по нашему разумению, этот инструмент хорош будет для рок-музыки, для игры каких-то рифов, наверное, может быть. Для игры бендов, вот поэтому, как бы, отстройку, я считаю, что здесь надо сделать несколько повыше, чем мы делаем обычного для любителей фингерстайла. Чуть-чуть повыше будет отстройка сделана, для того, чтобы можно было играть на ней громко, мощно, чтобы инструмент звучал, чтобы его можно было раскачать, и чтобы рифы звучали громко, мощно, убедительно. А что для этого мы, собственно, ну, еще раз повторюсь, отстройку сделали немножко повыше, чем мы делаем обычно. Полтора миллиметра на первый, два на шестой здесь будет. Два и два, два и пять почти на шестой струне и один и семь на первый. Собственно, сделали лады, зашлифовали, заполировали, чтобы при игре бендами все звучало чисто. Ну и, естественно, стандартно от арцеводов подсняли, чтобы было все аккуратно и красиво, ничто не цеплялось. Верхний порожек чуть-чуть подточили, ну, потому что стандартные заводские всегда немножко выше, чем хотелось бы. Вот, и, по-моему, теперь инструмент такой подходящий для мощной громкой игры. Сейчас здесь максимально комфортно, ничто не мешает, и на инструменте очень удобно играть различные бенды, подтяжки. Здесь у нас классическая форма головы грифа, которая сразу ассоциируется с Мартином. И издалека может даже показаться, что это Мартин, потому что очень похожий логотип, классическая узнаваемая форма. Итак, что мы здесь имеем на борту? Здесь у нас стоят гроверы открытого типа. Это винтажные колки, которые ставились на инструментах в 50-е, 60-е годы и теперь реализованы в современном исполнении компании Гровер. Эти колки обладают очень хорошим, очень высоким коэффициентом вращения. Что нам это дает? То есть, чтобы провернуть колок вокруг своей оси, нам нужно сделать 18 вращений. Это нам позволяет очень точно настроить инструмент и очень быстро это сделать. Такие колки очень хорошо держат строй. Далее, если идем вниз по грифу, сверху порожек, как и на всех инструментах Сигмы, верхние и нижние порожки идут из косточки. Косточка обладает такими свойствами, в отличие от пластика, которые ставятся на большинстве инструментов. Косточка очень хорошо передает резонанс от струны в инструмент. То есть, мы получаем более насыщенное звучание, инструмент лучше резонирует и лучше раскрывается. Что касается накладки грифа, она выполнена из эбони. Эбони – это черное дерево, которое обладает очень высокой плотностью. И такая накладка прослужит очень долго. Естественно, поскольку у нас высокая плотность этой накладки, за ней нужен очень внимательный и тщательный уход. То есть, по крайней мере, раз в полгода нам нужно обрабатывать ее обязательно лимонным маслом, чтобы она не рассохлась. Перламутровая инкрустация. Подставка выполнена также из эбони. Косточка в бридже. И самое интересное, что даже пины выполнены из дерева. То есть, это не пластиковые, а деревянные пины. На борту стоит калибр 12,54. Струны этой толщины наилучшим образом раскрывают свойства инструмента, которые заложены производителем. Эти струны лучше взаимодействуют с корпусом, они лучше резонируют. И инструмент звучит гораздо благороднее, нежели если мы поставим на него более тонкие струны. Поэтому, приобретая инструмент, мы рекомендуем ставить именно такой калибр струн. Если вам кажется, что это струны очень толстые, и вы переживаете за то, что у вас будут болеть пальцы, ничего страшного в этом нету, потому что инструменты мы здесь подгоняем под каждого музыканта. И мы можем отрегулировать инструмент таким образом, что даже такой толстый калибр будет очень комфортен для игры, но инструмент не потеряет своих свойств. Итак, друзья, теперь самое главное, что у нас, из чего сделан наш корпус инструмента. Верхняя дека сделана из массива ситхинской ели. И что сразу бросается в глаза, это ровная, однородная структура дерева. То есть, здесь каждое волокно идет прямо очень ровненько друг за другом. Нету никаких сучков, других дефектов дерева. Поэтому инструмент звучит очень ровно, очень сбалансировано. Задняя дека и обечайка сделаны из массива красного дерева, махогани. Сам по себе махогон обладает очень теплым, глубоким, мягким тембром звучания. Вот это классическое сочетание ели и махогона дает нам общую картину сбалансированного инструмента. То есть, мы имеем и прекрасный верх, и глубокий, и бархатистый низ звучания инструмента. Поэтому именно эта гитара будет отлично вести и показывать себя во время живых выступлений. И также будет отлично ложиться в любой микс, в любую запись. И в заключении, казалось бы, мелочь, но имеет определенную смысловую нагрузку. Кантик, который идет по всему корпусу, по передней деке, по задней деке, выполнен из-за баллона. Для чего вообще он нужен? На первый взгляд, это просто декоративный элемент. Но на самом деле, у него есть определенная задача. Именно этот кантик сохраняет инструмент от сколов. Чаще всего инструмент, когда мы куда-то ставим, к чему-то прислоняем, он ударяется именно краем инструмента. И у нас может появиться неприятный скол. Вот этот кантик, как раз-таки, служит для того, чтобы этого не произошло. И в заключении, мои личные ощущения, как музыкант от инструмента. Когда он мне попал в руки, с ним не хочется расставаться вообще больше никогда. Потому что лично для меня он подошел просто идеально под ту музыку, которую я люблю. То есть это блюграсс, кантри-музыка, рок-музыка. Это идеально подходящий инструмент именно для этой стилистики. Прекрасный тембр звучания, потрясающий внешний вид, удобство. Все у нас именно здесь, в этом дредноуте. Друзья, заходите к нам. На этом инструменте обязательно нужно поиграть живьем. В записи, которые вы сейчас слышали, этот инструмент звучит просто потрясающе. Но вибрации, которые создает этот инструмент, нужно чувствовать именно взяв его в руки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok